И еще одна интересная информация этого выпуска. За два дня до Хэллоуина в заведениях и магазинах столицы наблюдается некий ажиотаж. Пока поклонники страшного праздника ищут наряды и бронируют столы в кафе, наш корреспондент Айгуль Жамалова решила выяснить, что побуждает казахстанскую молодежь раскошеливаться. В Астане есть десятки салонов, где на прокат можно взять театральный костюм. В канун Дня Всех Святых самые страшные наряды разлетаются, как горячие пирожки. Держите. Спасибо. Людей не останавливает даже стоимость одеяния, которая порой превышает 15 тысяч деньги в сутки. Чего не сделаешь, чтобы выделиться в ночь Хэллоуина из толпы. Окровавленный санитар, покойная невеста, серийный маньяк. Один раз в году люди перевоплощаются в самых зловещих героев. Были бы деньги. Мы хотим сделать так, чтобы люди, которые являются нашими постоянными клиентами, они тоже к нам могли прийти в любое время и решить любые свои проблемы в плане костюмов. Наряды шьются специально к Хэллоуину. Салонам приходится проявлять изобретательность, ведь клиенты не желают быть как все. Костюмов очень много. Люди, на самом деле, готовы платить за костюмы, за развлечения, за возможность пользоваться всем этим. Готовы люди платить и за арт-мейкапы. Так называют искусство необычного художественного грима. Салонах за лжеувечья придется выложить от 10 до 15 тысяч деньги. Кровь, шрамы, затем это какие-то порезы, что-то новинки какие-то используются. Выбираются более такие серьезные персонажи, посложнее. Если с нарядами и макияжем проблем нет, то о заведениях нужно позаботиться заранее. Порой свободных мест в кафе и ресторанах не бывает за две недели до даты X. Девушка, а столик сколько будет стоить? Мы хотели на пятницу забронировать на Хэллоуин. Здравствуйте, девушка. У нас столик стоит 500 долларов, но, к сожалению, у нас нет свободных столиков. Все забронировано уже. Молодежная эйфория вокруг Дня всех святых не по душе старшему поколению. Налицо подмена культурных ценностей, констатируют люди. Но специалисты успокаивают. Мода даже на такие, казалось бы, мощно раскрученные развлечения со временем пройдет. Ориентировалась на невысокие интеллектуальные и духовные запросы личности. И оно имеет свой довольно-таки низкий ценностный уровень. С этим нужно бороться не запретами, а предлагая иные, более высокодуховные, более качественные, ценностные продукты. Культура, спорт, наука. А пока молодежь ожидает конца недели, чтобы отпраздновать Хэллоуин, предприниматели в поисках своих клиентов и их костюмов с карманами пошире. Айгуль Жамалова, Жалгас Айлбеков, Артем Злобин, 7 News.